Пугающий пейзаж. В поселке Дубки водоем больше напоминает болото, высохшие деревья, непрозрачная жидкость и отсутствие какой-либо фауны. Экологическое ЧП на фоне процветающего промышленного производства. Модель развитого капитализма. Не то, что там отсутствие даже культуры, отсутствие вообще каких-то либо понятий. Везде это мировая практика, запуская новое производство. Но все внимание обращают все равно на экологию. При этом территория частная и якобы охраняется. Правда, видеонаблюдением здесь скорее занимаются журналисты. Приехали в Дубки вместе с инспекторами общественной палаты. Через пару сотен метров от болота сгоревшая несанкционированная свалка. Там же ревизоры находят коробки от пищевых отходов. А где это может использоваться? Да в пищевой промышленности. Масла, жиры. Руководство концерна уже не раз уходило от ответов на неловкие для них вопросы. Я не знаю, кто такие. Кто такие? Информационная агентство. Я не знаю. Я не знаю. Вы не знаете, кто следует. Вы не хотите сказать? Я не знаю. Я же сказал. За директора ответ держит пресс-службы предприятия. Зеленые газоны, те, которые находятся близко непосредственно, прилегают к месту комбината Дубки. За остальную территорию несем ответственность с ними. Хотя жители поселка Дубки неоднократно жаловались на экологически опасное соседство с производством. Год назад нечистоты сливались прямо в пруды. Нанесен был значительный ущерб окружающей среде, когда сбрасывались напрямую в ближайшие пруды, где все это шло без какой-либо очистки. Нечистоты текли не только в пруды, но и на улице поселка. Канализация у его жителей и завода общая. Руководители концерна обещали починить стоки. Общественники решили проверить, как изменилась ситуация спустя год. На том же месте бурный ручей подтопляет дома жителей. Тут ровно было. Я трактористом работал, потом шофером. Я здесь спускался, заезжал. Ну, тут сейчас хоть дышать можно. После ремонта канализации потек водопровод. Жители устали от водоворота проблем в их поселке. Чтобы спасти экологию, общественники направят обращение в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор.